Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Хаэй Сара. Вообще быстро щелкают недели, одна за одной. Мы говорим о Аврааме, о истории жизни его, Сары, о величайших людях, которых описывает нам Тора. И казалось бы, это любимцы Бога, у них должен быть самолет, дача, там все. А тем не менее написано все наоборот. Есть такое выражение, если Бог любит, значит наказывает. Как мы можем это понять? Нам это непонятно. Если я кого-то люблю, я ему помогаю, я его холю, но наказываю, может быть, не постоянно. Но факт остается фактом. Так что, если мы видим у великого человека, сказанного в Талмуде, мы должны понимать, что и зло и начало у него такого же размера. Потому что для всех ситуация одинаковая. Ему пришлось преодолевать огромные препятствия. Намного больше, чем среднему человеку, обычному человеку. Есть одна еще вещь, которую человек должен понимать. Возможности выбора должны быть равными у всех. Бог, он очень честно ведет этот счет в мире. Почему? Потому что если кому-то присуще по природе легче перебороть свои побуждения злые, выбрать добро, он оказывается в льготных условиях по сравнению с другими. С точки зрения неба это несправедливо. И получается, что некоторым людям Всевышний помогает, наделяя их соответствующими способностями. А другим нет. Чтобы убрать этот дисбаланс, в мир введена симметрия. То есть испытания, которым подвергается человек такой, обычно труднее и выше. И вообще, чем выше духовный потенциал человека, тем большим испытаниям он подвергается. Вот такая вот логика у Бога. Не нравится ищите другую землю. Поэтому и говорится, что чем выше духовный уровень человека, тем сильнее его зло и начало. Проще говоря, ярмо у всех одинаковое, но вес его соответствует силы несущего человека. Давайте разберем это на примере очень интересной вещи. Вообще, как вот Бог видит людей. Каким должен быть пророк? Великий пророк. Каким должен быть? Как говорил Талмуд. Написано, что пророк должен обладать некоторыми четырьмя качествами. Он должен быть умный, сильный, богатый и высокий. Если не понимать ничего, не поймешь. Ну, кто, значит, на самом деле, давайте разберем это. Сильный. Почему вдруг сильный должен быть пророк? Потому что мы с вами уже понимаем все не так, как это понимали мудрецы. Сильный. Это написано в Талмуде. Тот, кто умеет справиться со своими плохими качествами. Человек не ангелу. У него есть злое начало, из-за которого он становится иногда слабым. И не может с собой справиться. Поэтому сильный, тот, кто может победить свое злое начало. Он подобен ангелам. Это требование пророкам. Богатым. Почему богатым? Богатство. Это понятие относительное с точки зрения Талмуда. Написано, богатый тот, кто счастлив в своей доле. Если он удовлетворен тем, что есть. Он богатый. Это единственный истинный критерий. Ибо ни число бумажек, ни число монеток, ни число акций не может ничего решить. Их может быть много, и все равно человек чувствует, что нужно еще. Его внутреннее состояние свидетельствует о том, что он так погружен в материальный мир. Чрезмерная забота о материальной стороне жизни, это прямое препятствие к пророчеству, к божественности. Вот и объяснение по вопросу богатого. А чего он должен быть высокий? О чем разговор? Написано первым человеком, что рост его был до неба. Это говорит о высоте его действий. О силе его влияния на этот мир. Видимый мир включает в себя все. И небо, и землю, их отражение, и духовные миры. И все зависит от нас. И поэтому высота человека, это его духовное развитие. Это его духовные возможности, чтобы повлиять на верхние миры. И вот тогда написано, что должен быть человек высокий. Ну а насчет мудрости или ума, это совсем другое. Это добавочная стоимость. Это когда человек начинает работать над собой. Сказано в Пятикнижье. Сердце каждого мудрого. Сердцем я вложил мудрость. То есть, когда ты начинаешь работать, когда ты начинаешь двигаться, то есть, начинается развитие, хоть чуть-чуть, потом тебе помогут и добавить. Поэтому говорится, что пророк умный. Видите, все немножко не так. Поэтому надо понять одно. Тебя испытывают всю жизнь. Нежедневные испытания даются самим Творцом. Каждый день за тобой наблюдает Небесный Суд. В каждой ситуации проверяется, что ты будешь делать. Возможности Творца, они беспредельны. Все наше окружение, все абсолютно, все, что мы случайно как бы встречаем, или еще, это его посланники, которым поручено нас испытывать. Если будешь помнить об этом, то все в мире будет выглядеть иначе. Если смотреть с позиции животного эконизма, мы центр мира. Все вертится вокруг нас. Но если мы оденем вот очки, очки только не эти, а очки божественной души, мы увидим божественную силу, управляющую этим миром. И тогда тьма начинает рассеиваться, и мир станет светлее. Брахава от слаха.